Минувшую субботу в Назарбаев интеллектуальной школе физико-математического направления состоялся семинар на тему Ельбасыну Шултан Назарбаев, биография и созидательные идеи. Основной целью мероприятия стало развитие у молодежи лидерских качеств через пропаганду жизни и деятельности главы государства. Во всех областях, где мы были, мы везде всегда посещаем Назарбаев интеллектуальную школу, потому что тоже хотим встретиться с учащимися в виде семинара, выступить перед ними с лекциями, рассказать в целом о казахстанском пути Рухани Жангру в рамках этой программы и деятельность библиотеки Ельбасы. В программе мероприятия для педагогов и участников эксперты провели элективный курс Ельбасы Тану. Кроме того, был организован семинар-тренинг «Лидер лык-кассеты Дамыту», разработанный на основе научных исследований жизни и деятельности первого президента Республики Казахстан. Проводятся очень довольно интересные тренинги, и библиотека удивила сама по себе, что они не просто выдают книги, а также они помогают молодежи развиваться в плане исследований. Они выдают дополнительную литературу, а также проводят дополнительные занятия, что очень даже не свойственно для обычной библиотеки. В общем, наличие подобной библиотеки доказывает, что Казахстан развивается, и наш президент очень даже активно в этом участвует и делает все возможное. Информатизация в музейной сфере. Научно-практический семинар на такую тему состоялся в областном историко-краеведческом музее. Мероприятие организовали с целью обмена опытом в области изучения и пропаганды культурного наследия в свете задач модернизации общественного сознания. В семинаре приняли участие свыше 60 представителей городских и районных музеев, которые рассказали о внедрении современных информационных технологий. Хотела поблагодарить главу области Бирбека Машмековича Сапарбаева. Он большое внимание уделил строительству нового здания областного историко-краеведческого музея. Если сказать о своем музее, то на данный момент в музее насчитывается 11 537 экспонатов. На сегодняшний день у меня занесены электронную базу. А студентам и профессорско-преподательскому составу Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова показали документальный фильм о деятельности Насултана Назарбаева «Благо государства». Также была прочитана лекция на тему деятельности библиотеки Ельбасы в контексте стратегии Рухани Жангару. Кроме того, университету подарили 184 новые книги на трех языках, посвященные главе государства.